Итак, друзья, тема сегодняшнего эфира – ферментированные продукты. Я думаю, что те, кто на меня давно подписан, знают их суперсвойства. Но я знаю, что многие любят ферментированные продукты в теории, едят их от случая к случаю, но с ферментированными продуктами так не работает. Если вы хотите реализовать их все лечебные свойства, для этого необходимо употреблять их ежедневно, на постоянной основе. Для того, чтобы их употреблять на постоянной основе, их нужно научиться готовить. И у многих именно это является преткновением. Напомню, что я не только нутрициолог, но и коуч, и мне интересно не только вам рассказывать теорию о том, что вот, посмотрите, какой полезный продукт, а давать вам сразу технологию, давать вам сразу инструменты, как внедрять эту полезную пищевую привычку в свой рацион, как сделать так, чтобы вы могли это осуществлять, а не только знать в теории. Я думаю, что в теории, поставьте плюсики, кто в теории понимает, что эти продукты крайне важны в нашем рационе. Напишите, пожалуйста. Как раз пока все собираются? Все же, да, понимают эту ценность? Да, да. Но не все используют. Кто квасит профессионально, кто занимается ферментацией профессионально? Вот скажите мне, пожалуйста. Ну, не профессионально, в смысле, а на постоянной основе. Есть такие у нас? Вот плюсики пошли, плюсики, плюсики, замечательно. Да, друзья, вот с ферментированными продуктами очень интересная история. И мне, прежде чем мы начнем готовить, мне бы очень хотелось рассказать коротко о том, каким образом вообще ферментированные продукты должны оказаться в нашем рационе и почему. Небольшой ввод теории, как раз для того, чтобы вдохновиться и прочувствовать всю необходимость включения в рацион этих продуктов. Каждую неделю ферментирую, интересно послушать, возможно, новые инсайты. Замечательно, замечательно. Когда есть уже привычка делать это на постоянной основе, это прекрасно. На самом деле, очень много интересных случаев, я о них, если время останется, расскажу из моей практики, по клиентам, которые вводили в рацион эти продукты и решали многие проблемы без каких-то дополнительных вообще изменений. Действительно, ферментированные продукты на это способны. Давайте начнем с того, что мы знаем, сейчас у нас огромное количество информации о том, какие есть продукты. Ешьте это, не ешьте это, ешьте то, нейтрализуйте, замачивайте. Огромный объем информации. Я знаю, что вы, мои подписчики, мои клиенты, иногда теряетесь, потому что есть разного рода информации. Вроде бы даже проверенный источник иногда что-то говорит такое, что теряешься и не понимаешь, а действительно нужно этому следовать или нет. Так вот, с ферментированными продуктами все на самом деле так просто, потому что это один из самых древнейших способов приготовления и вообще заготовки продуктов. Потому что если мы обратимся вновь с вами к охотнику-собирателю, к которому мы с вами обращаемся постоянно, то мы поймем, что охотники-собиратели использовали именно этот метод. Не было холодильников, морозильников, но была необходимость заготавливать пищу, заготавливать пищу для дальнейшего ее использования. И вообще изначально процесс ферментации – это процесс заготовки. Это не обязательно только готовое блюдо, которое вы уже употребляете после того, как прошел определенный процесс. Это все-таки еще и заготовка. Напомню, что система заготовок вообще в целом облегчает нашу жизнь. Если вы умеете организовать у себя на кухне систему заготовок, если вы умеете планировать рацион, то в вашей жизни нет готовки, в вашей жизни нет постоянного «я не знаю, что приготовить» и так далее. Система заготовок, у меня в этом есть рилсы, очень подробно мы это изучаем в кулинарном клубе. Если вам эта тема интересна, пожалуйста. Так вот, вернемся к ферментации. Ферментация – это один из древних способов приготовления пищи. Ровно так же, как и, например, приготовление пищи на огне или на углях. Я думаю, что это тоже очевидно. Когда человек раздобыл огонь, вообще произошел огромный скачок, потому что у человека высвободилось достаточно большое количество энергии на то, чтобы переваривать пищу. Тогда изменилась ферментная особенность нашего организма, потому что до этого переваривать сырую пищу… Представляете, какие резервы тратил желудочно-кишечный тракт на это? С появлением пищи освободилось место, и началась активная мозговая деятельность, и, в общем-то, произошел значительный скачок. Поэтому ферментированная пища известна давно, и ферментировать можно все. Если мы посмотрим на палеорацион, то ферментировали, в общем-то, грибы, ягоды, корешки, травы, все что угодно. Особенно этот метод актуален для того, чтобы запасти продукты на зиму. Особенно там, где суровая зима, где нет доступа к хорошим свежим продуктам. Ферментированные продукты в этом плане – это прекрасно. Вы знаете, что если мы берем с вами растительный продукт или животный продукт, и его термообрабатываем различными способами, пускай это будет самый щадящий способ, например, на пару, пускай это будет какой-то способ другой, то мы понимаем, что мы теряем какую-то часть питательных веществ. Единственный способ приготовления на сегодняшний день, который позволяет не терять эти вещества, а еще и увеличивать – это способ ферментации. Вот прослушайте, пожалуйста, еще раз. Единственный способ приготовления пищи, который увеличивает количество микронутриентов. Очень простой пример. Квашеная капуста, содержание в которой витамина С превышает все известные источники, которые есть в природе, если она правильно заквашена. Также вообще все ферментированные продукты содержат в своем составе большое количество витаминов группы С, В и К. Поэтому если у вас есть потребности, если у вас есть дефициты, это будет классная помощь. Напишите, да, как вам? Чуть-чуть поактивнее. Ну, там, сердечки, может быть, еще что-то, чтобы я понимала, что вы тут со мной. Поэтому представляете, какой от этого может быть эффект, если мы добавляем это в рацион. Очень часто я слышу от клиентов, от подписчиков вопрос о том, какие пробиотики попить. Вообще вот есть вот эта связь у людей, есть, что пробиотики равно здоровье. Это правда. Но не все пробиотики, которые мы можем с вами выпить из капсулы или капель, или из порошков, могут реализовать в нашем желудочном кишечном тракте свои, реализовать свои качества и стать частью нашей микрофлоры. Это просто невозможно. Готовлю капусту по вашему рецепту, это просто must-have. Ага, классно. Поэтому, и, в общем-то, также нет гарантии, когда мы берем с вами готовый пробиотик, что этот пробиотик соответствует заявленным качествам на упаковке. Огромное количество есть исследований, огромное количество есть всяких анализов и так далее, когда содержимое капсулы не соответствует. Пробиотики нужно пить длительно. Если вы хотите действительно восстановиться после какой-то там кишечной инфекции или после приема антибиотиков, то не получится так, что вы пропили две недели пробиотики и восстановили себя. Так не работает. И вот что касается пробиотического питания, когда мы добавляем в наш рацион живую еду, вот здесь совершенно другой эффект. Здесь, если вы постоянно питаетесь и добавляете эти продукты в свой рацион, вам не нужно потом восстанавливать, вам нужно просто поддерживать, потому что вы ежедневно профилактируете различные дисбиозы, возможное проникновение каких-то, например, патогенов, потому что, в общем-то, прием... Вообще, когда мы квасим с вами, образуются бактериоциды, это специальные белки, которые инактивируют и грибы, и плесень, афлотоксины, различные антинутриенты, которые есть в пище. Кстати говоря, например, глютен, казеин, лактоза и так далее. Вот есть такое мнение тоже, что люди, у которых есть непереносимость лактозы, или которые ограничивают лактозу из-за того, что у них вздутие, из-за того, что у них, например, есть какие-то побочные состояния желудочно-кишечного тракта, они ограничивают сыры. Но классный ферментированный сыр не содержит лактозы, не содержит казеина в том количестве, которое может вызвать у вас какие-то проблемы. Поэтому этот продукт тоже относится к ферментации. И на самом деле ферментированных продуктов достаточно много. Я не буду говорить о качестве ферментированных продуктов, которые стоят на полках магазина, потому что здесь очень много вопросов. И я, конечно, их не рекомендую, потому что качество нам неизвестно, особенно с молочными продуктами. Если уж вы хотите есть йогурт из коровьего молока, ну, сделайте его сами. Это самое простое, наверное. То же самое из козьего и из овечьего молока. Квашеная капуста, ну, там, не знаю, забыли заквасить, что-то там случилось, ну, окей, купите готовую, но это не должно стать привычкой ежедневной. Конечно, смотрите, чтобы в составе не было сахара, потому что если есть сахар, то это не настоящий квашеный продукт. Это продукт, который будет небезопасен для вашего здоровья. Поэтому здесь очень внимательно. Так вот, представляете, витамины мы с вами получаем. Мы получаем с вами дополнительные ферменты, которые помогают нам усваивать любую пищу. Человек чувствует постоянную тяжесть, вздутие. У него, например, герб, у него сниженная кислотность или вообще повышенная кислотность. Мы тоже можем употреблять пробиотические продукты. Просто важно это делать грамотно. Грамотно их сочетать с другими компонентами пищи и грамотно встраивать в рацион. Но употреблять мы их можем. И это является прекрасной и профилактикой, и прекрасной даже частью лечебной диеты. Пробиотические продукты у них вот в этом-то и кайф, что они могут быть и профилактикой, они могут быть и лечением. Это восхитительный продукт, который нужен и в питании детей, в прикорм даже добавляются. Вот кто покупал мои сборники по детскому прикорму, знают о том, что там есть продукты, которые мы добавляем для того, чтобы работать с микрофлорой младенца. Факторов, которые нарушают микробиом, наш кишечный микробиом, очень много в окружающей среде. Банально люди не задумываются о том, что вы помыли посуду ферри, например, плохо ее смыли, а вы плохо ее смыли, если это не посудомоечная машина. Частицы ферри попадают в наш кишечник. Конечно, один раз вы помыли, ничего не случится, но это может накапливаться, это тоже может вмешиваться в наш микробиом. Вы можете есть продукты, которые содержат антибиотики, некачественная курица, например. Вы можете есть продукты, которые обработаны пестицидами. Вы можете встречаться с вирусами, с патогенами. Мы от этого себя ограничить не можем. Мир огромный, и опасностей таких тоже достаточно много. Но мы можем постоянно поддерживать здоровье нашего микробиома и взамен получать прекрасное здоровье. Мы с вами уже очень много раз говорили о том, какая связь между нашим кишечником и нашим умом, нашим настроением, нашей мотивацией. И поэтому, когда у нас здоровый микробиом, мы чувствуем себя превосходно, мы чувствуем себя бодро, мы можем мечтать, ставить цели и их добиваться. Потому что, когда у нас туман в голове, когда у нас, например, хронический кандидоз, здесь человеку достаточно сложно быть решительным, прививать новые привычки. Он в целом достаточно пассивный, неактивный и ни до каких ему привычек, тем более, что и пойти на кухню и поставить там, не знаю, квашеную капусту. И многие из вас действительно знают, что квашеная капуста – это один из самых простых способов. Но когда ты питаешься ежедневно этими продуктами, квашеная капуста немного надоедает. И хочется еще и еще, то есть хочется добавлять эти продукты и пробовать разные вкусы. Квасить, как я сказала, можно все, начиная от ягод и фруктов, можно делать напитки. Мы делали на прошлом кулинарном классе, мы делали джем без сахара. Это восхитительно. Если интересно, отзывы зайдите, почитайте. Отзывы просто. Люди не ожидали, что может быть джем без сахара, да еще и ферментированный. То есть вы можете на полезные вафли из какой-нибудь классной муки добавлять этот джем, да, и вместе с кокосовым йогуртом, который тоже содержит пробиотики, вы можете получать просто восхитительный эффект. Вы едите классную пищу, которая вам вкусна, и при этом вы еще и оздоравливаете свой микробиом. Хороший микробиом – это качественная кожа, это классные волосы, это, конечно же, долголетие, это антиэйдж-эффекты, которые мы с вами получаем. Поэтому здесь, безусловно, крайне важно научиться это делать. И пожизненный прием пробиотиков из капсул может не дать результатов. Во-первых, то, что мы принимаем из капсул, вообще не означает, что это становится частью нашего микробиома. Пока вы принимаете пробиотики, это создает видимость для патогенов, то есть количественно вы увеличиваете полезные бактерии в своем кишечнике. Но когда вы прекращаете прием, ваш микробиом остается в небольшом количестве, если вы не развиваете его, если у вас нет пребиотиков. А квашеные продукты, ферментированные продукты содержат, если это растительные, например, содержат в своем составе и пребиотики в виде клетчатки, растворимой, нерастворимой, и пробиотики, полезные бактерии, да еще и ферменты, да еще и витамины. Я надеюсь, что вот этой теоретической частью я вас убедила в том, что они должны быть в вашем рационе. Напишите, пожалуйста. Очень люблю капусту по вашему рецепту, такая хрустящая. Да, если кто-то не знаком с рецептом, я сегодня его в сториз добавлю вновь. Есть рилс об этом, один из самых у меня популярных. Друзья, убедила вас? Давайте сегодня будем переходить к рецепту. Напишите, пожалуйста. Убедила ли я вас в том, что должны быть эти рецепты, эти блюда у вас на столе ежедневно? Да, Яну убедили. Отлично. Может быть, еще кого-то? Отлично, все, вижу. А я сделала... Сегодня я предлагаю... А, еще знаете, какой плюс? Сейчас мы будем плавно входить. Очень вдохновила. Отлично. Незнакома пока с капустой, Ольга. Срочно. Я и так знаю вопрос в том, как правильно готовить. Отлично, Елена. Безусловно, ждем рецепт. Сейчас будет. Все очень убедительно. Отлично. Друзья, еще я хотела бы сказать, что квашеные продукты, если мы берем, ну, например, там, растительные продукты за основу овоща, это очень дешево. И для этого не нужно покупать какие-то дорогие, например, там, сорта листовой зелени, или, может быть, зимой то, что особенно стоит дорого. И рецепты, которые мы можем сделать при помощи ферментации, они, ну, просто крайне дешевые. Я сделала одну заготовку. Мы с вами будем готовить чуть другое. Я сейчас расскажу, что здесь. И это я поставила позавчера. Еще тут процесс только-только начинается. И вот эта баночка, я посчитала примерную ее стоимость, имеется в виду содержимого. А, спасибо. И здесь примерно содержимое на 67 рублей у меня получилось. Ну, примерно, ну, короче, меньше 100 рублей, неважно, тут 60, меньше 100 рублей. Что здесь такое? Это заготовка. Это два вида моркови. Здесь у меня морковь фиолетовая. Вот фиолетовая морковь не очень доступна, например, в России, но ее можно, кстати, в России в своем огороде. А здесь в Турции она распространена, и у нее, кстати, классный вкус. Если вы видите на рынке и живете в Турции, то обязательно купите. Плюс она еще так немножечко окрашивает, видите? Публикует вам, нет, видно? Что здесь? Здесь цельная морковь, которую я заферментировала. И это заготовка. То есть все вкусовые перец, лайм, травы, мы это потом убираем, нам это не нужно. У нас остается морковь, которая является заготовкой. Ну, слушайте, например, вы можете положить ее в любой салат или, например, в винегрет. Я просто обожаю, когда я попробовала эту морковь, я теперь в винегрет кладу только такую морковь. Плюс еще клашеная капуста, и у нас получается не просто винегрет, а какой-то просто пробиотический салат. И, кстати говоря, дети такую морковку тоже жуют с удовольствием. Получается, что детям не нужно принимать пробиотики. Вот сейчас у нас у детей была кишечная инфекция, они восстанавливаются, и восстанавливаются они при помощи пробиотических продуктов. Это крайне важно, потому что восстановление после любой кишечной инфекции, говорят, что это ковид, вообще разновидность ковида. И восстановление после любых кишечных, вирусных инфекций крайне важно. И вот это наилучший вариант, чем какой-нибудь лактобиф или еще что-то. Поверьте. И посмотрите, как это визуально выглядит классно. Знаете, я встречала очень много интересных, вот это вот чесночок, очень интересных возражений, почему не хочет женщина чаще всего квасить, ферментировать. И одна из девушек мне сказала, что это очень как бабушка, мне не хочется это как вязать спицами и квасить. Если я там при своем молодом человеке начну ставить квашеную капусту, он подумает, что я старая бабка. Ну, на самом деле возражение классное. И может быть кто-то думает так же, напишите, пожалуйста. На самом деле возражение классное, с ним можно поработать, просто нужно правильно донести мысль, что вы делаете. Да, то есть, если это красиво, ну какая же это бабка? Ну, вы можете сказать, что это, в общем-то, для вашего, для вашей красоты и для того, чтобы поддерживать вашу молодость, это витамины. Ну, как бы здесь бабкой-то и не пахнет. Если вы начнете там квасить капусту в бочке, ну, может быть. А вот это, ну, на мой взгляд, это произведение искусства. Во-вторых, чушь у него в голове таракан. Ну, нет, почему тараканы? Ну, у всех по-разному, да, может быть, она встречается с каким-то человеком, у которого есть статус, которому нужно соответствовать, и тут она начнет квасить, как бы. Но всегда можно нанять повара, если, да, если позволяет статус, нанять повара, и пускай он вам квасит, и вы тогда не будете бабкой, да, тоже можно. Поэтому это еще и красиво. И сюда можно привлекать детей. Что самое интересное, что можно привлекать детей, и, ну, конечно, Эмили, у меня еще ей два года, почти два года, она в этом процессе мало может участвовать. Но, например, Лео участвует в этом с удовольствием. Меня останавливает только сложность рецепта. Я помню, как бабушку-мама квасили. Это целый долгий процесс. Ну, если вы про капусту, то нужно посмотреть, а если вы не про капусту, то давайте перейдем к рецепту. У нас как раз с вами осталось время. Мы сейчас потратим на то, чтобы поставить. Так вот, все, я эту красоту убираю, да? Я вам еще покажу потом. Мне тоже самое нравится. У нас, наконец-то, на самом деле, погода позволила это делать, потому что было так жарко, что в жару, к сожалению, нельзя квасить. Есть определенные температурные рецепты, определенные температурные грани, когда нам можно, когда нет. Продолжение следует...